Сегодня у нас в гостях Наталья Фёдоровна Уральского, заведующая 26-м кардиологическим отделением филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Наталья Фёдоровна. Здравствуйте, Мария. Рад видеть вас снова в нашей студии. Сегодня поднимаем не менее актуальную тему. Это острое повреждение почек. Что это такое и с чем это связано? Спасибо, Мария, за приглашение. Сегодня выбор этой темы продиктован реалиями практической клинической работы, где возрастает количество пациентов с острым нарушением функции почек. И в исходе этого состояния, к сожалению, есть и летальные проблемы, то есть от 40 до 70% по разным источникам эти пациенты подвержены летальному исходу. Переходу из острого повреждения почек в хроническую болезнь почек, раннему началу заместительной почтной терапии и продолжению ее в дальнейшем. Поэтому эта тема очень актуальна. И, повторюсь, мы видим увеличивающееся количество пациентов как на амбулаторном приеме, так и практически во всех отделениях госпиталя пациентов, подверженных этой проблеме. С чем это связано? С чем это связываете непосредственно вы? В чем причина? Прежде чем говорить о причинах, повреждающих почки, хочется еще раз напомнить о функции почек. И одна из них не очень заметна – это гидробаланс. Из постоянства обмена воды в организме количество выпитой жидкости должно быть приблизительно равно выделено. Но мы редко об этом задумываемся и забываем, что водная нагрузка должна быть соблюдена. Такое особенно присуще молодым, физически активным людям, которые любят фитнес-клубы, активно занимаются спортом. И если они не будут употреблять достаточной жидкости, то, конечно, почки не ответят им взаимностью. Но в то же время взрослые пациенты, сидя у кранов телевизоров и слыша частую рекомендацию принимать много воды в течение суток, выпивать много воды в течение суток, до трех литров, принимают эту рекомендацию на себя. А если это пациент возрастом более 65 лет, страдающий сахарным диабетом, артериальной гипертонией, хроническим заболеванием почек, анемией, хронической сердечной недостаточностью, обусловленной сердечными заболеваниями, прежде всего нарушением ритма сердца, то, приняв такой объем жидкости, этот пациент может погубить себя. И его базовое лечение мочегонными препаратами уже не будет эффективно. То есть, понять, когда наступило острое повреждение почек, конечно, могут только специалисты. Наша передача сегодня будет направлена на рекомендации прислушаться к себе, обратить внимание на определенные симптомы, которые позволят своевременно обратиться за медицинской помощью. За помощью специалистов. Наталья Федоровна, ну как же соблюсти тот самый баланс? Да. Как рассчитать, сколько необходимо выпить в день жидкости, чтобы почки функционировали в штатном, обычном, нормальном, спокойном режиме? И ничего их не волновало. Действительно, один из признаков обезвоживания – это жажда. И мы говорим иногда, принимайте по потребности. То есть, если возникает чувство жажды, вероятнее всего, пациенту не хватает воды в организме. На что еще нужно обращать внимание? На климат. Если на улице жарко, то человек теряет влагу потея. Мы теряем влагу в разговоре, при дыхании до полулитра в сутки. Поэтому в среднем, как мы и говорили, нужно до 2 литров здоровому человеку со здоровой функции почек принимать жидкости и по потребности дополнять. А потребность, я уже сказала, это или внешнее повышение температуры, жаркий климат, или внутреннее повышение температуры, повышение температуры при болезненных состояниях. То здесь, конечно, увеличить объем потребления жидкости на полулитра будет замечательно. А все-таки вот этот объем воды, это чисто в воды выпитой? Или она в совокупности считается и с едой, и с фруктами, и овощами? Правильно, как бы корректируете этот вопрос. Действительно, это совокупная составляющая. Это и та жидкость, которая содержится в фруктах, овощах, и просто чай, сок, суп. Действительно, есть пациенты с определенными патологиями, когда мы принципиально требуем подсчета объема принятой жидкости. От этого зависит их качественное состояние жизни. Но молодые люди со здоровой функцией почек, ведущие активный образ жизни, могут и так не зацикливаться на подсчете до миллилитров выпитого объема. Хочется дополнительно объяснить зрителям, что употребление минеральной воды, не оговаривая название этой воды, должно быть адекватным, должно быть больше даже лечебным. Так как лишняя минерализация вредна. Много пациентов склонны к образованию конкрементов в почках, в мочеводительной системе, возникает кальцификация сосудов. И в этой ситуации лишние микроэлементы, которые содержатся, будут вредны. Наталья Федоровна, если говорить еще о причинах, в чем же все-таки основная причина острого повреждения почек? С чем это еще связывает помимо водного баланса? Ну, я немножко отступлю. Во всем мире сейчас пересматривают разные нозологические определения, определения заболеваний. Выбирая новые классификации, новые стандарты лечения. Это все регламентируется правильным оказанием помощи пациенту в любой точке планеты, чтобы мы говорили на одном языке. И в 2019 году появилось определение острого повреждения почек. Нам более известна как острая почечная недостаточность. Но острое повреждение почек в себе кумулирует определенные критерии. Это повышение уровня креатинина крови на 26,5 микромоль на литров креатинина в течение 48 часов. А для этого нужно дважды будет измерить этот показатель. Это один критерий. Второй критерий – это может быть повышение креатинина в полтора раза в течение 7 суток. И снижение объема выделяемой мочи. То, что, в общем-то, пациенты могут на себе определить и заметить. В практике видим, что многие специалисты не очень внимательно к этому относятся, так же, как и пациенты. Думая, что такое незначительное повышение уровня креатинина не приведет к каким-то губительным последствиям. Но, действительно, в зависимости от причины бывает результат. И вот причинный фактор остался неизменным. И в этой ситуации рассматривают поражение почек, связанное с системными нарушениями в организме. Одна из форм, так называемой проренальной, но, чтобы было понятно, объясню, из-за системных проблем, связанных с падением системного давления артериального, например, при инфаркте миокарда, при злоупотреблении мочегонными препаратами, при злоупотреблении гипотензинными препаратами. К сожалению, такое случается. И падение давления меньше 80 мм тутного столба автоматически останавливает работу почек. Еще одна из причин – это тромбоз почных артерий. Это, конечно, редкая причина, но вот недавно мы тоже в нашей клинике это диагностировали. По поводу гипотензинных препаратов хочется остановиться поподробнее. Всем известные группы, самые частые назначаемые группы – это так называемые прилы или сортаны. Они практически назначаются всем пациентам, как препараты первого порядка. Но если у пациента есть скрытый, недиагностированный стеноз почечных артерий вследствие атеросклероза, то резко снизив давление этими препаратами, а порой даже и не снизив резко, а просто назначив эти препараты, мы можем значительно усугубить функцию почек. И это уже будет повышение на 26,5 микромоль на литр, расценивается как первая стадия повреждения почек. Но третья стадия – это понятно, это когда вообще нет мочи, ее меньше 40 или 50 мл за сутки. Чем дольше нарушена функция почек, тем вероятнее не будет пати назад, тем необратимее ситуация и риск летального исхода высоко вероятен. Но еще одной из причин, приводящей к острому повреждению почек, связанной с системными нарушениями в организме, это снижение объема циркулирующей крови. Вследствие кровопотери – одна из. Вследствие рвоты рецидивирующей, вследствие диареи, частый жидкий стул, он приводит к обезвоживанию. Возникает это часто при кишечных инфекциях. И рекомендация принимать больше жидкости не связана с промыванием кишечника, а именно связана с восполнением объема русла, дабы восстановить функцию почек. Так как мы уже говорили, при снижении объема жидкости в организме, они автоматически могут повредиться, они автоматически прекращают выделять лишнюю влагу, дабы сохранить гомеостаз в организме. Следующие причины, о которых хочется остановиться, это причины, связанные с повреждением самих почек. Часто в практике это медикаментозное воздействие препаратами, которые часто используют анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты. Но, конечно же, эти препараты не у всех вызывают повреждение почек. Если это наслаивается на фоновые заболевания, я о них уже говорила, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, или уже базовое снижение функции почек, рождите беды, она близко. Ее можно спрогнозировать. Употребление суррогатов алкоголя. Мы тоже об этом знаем, что некачественный алкоголь повреждает почки и вплоть до летального исхода. Исследования, рентген-контрастные исследования, которые сопряжены с использованием препаратов определенных, которые повреждающие воздействуют на почки. Поэтому врачи, назначая это, особенно амбулаторно, пациентам должны проверить анализ крови на креатинин. А можно ли, а нужно ли. Сопоставим ли риск вреда и пользы, такое исследование пациенту, сопоставимо ли оно с ожидаемым результатом, потребуется ему лечение этого заболевания, или нужно будет лечить почки. Гламиролонефриты, но в рамках иммунопатологических заболеваний, это быстро прогрессирующие глламиролонефриты, когда у человека за месяц уже снижается функция почек до терминальной стадии, когда требуется срочно проведение заместительной почтной терапии. Здесь особые диагностические и лечебные методики. Какие еще? Очень интересная причина – это позиционное сдавление. Некоторые годы неоднократно озвучивалось попадание пациентов в отделение реанимации, которые длительно находились в однообразном положении, более 12 часов. Некоторые, перед этим употребив алкогольные напитки, кто-то, может быть, будучи один дома, потеряв сознание, случился инсульт, и он находился неподвижно, то в этой ситуации идет разрушение мышц, так называемый рапдомиолиз, и это тоже забивает почки. Ну а физиологический рапдомиолиз – это ситуация, связанная с физическими большими, интенсивными физическими нагрузками у молодых нетренированных людей. Когда они, заходя в спортивный зал, берут на себя лишнего, и более 300 приседаний, отжиманий может привести к тому, что почки остановятся, особенно если человек в это время мало принимал жидкости. В данном случае нужно быть поаккуратнее с физическими нагрузками, то есть не только следить за водным балансом, но физическими нагрузками, но и в целом, наверное, за своей жизнью. Наталья Федоровна, если говорить о симптомах, что должно пациента насторожить, и самое главное – подтолкнуть к тому, что он незамедлительно должен обратиться за консультацией и помощью специалистов? Ну, симптомы в разной ситуации могут быть разные. И один из симптомов, например, мы уже говорили, это снижение темпа диуреза, снижение объема, выделяемой мочи. Первое. Второе – могут появиться отеки. Отеки, причем очень интересная такая вот есть, скажем, информация о том, что до 5 литров скрытых отеков у человека может быть. То есть внешне незаметных, особенно если человек тучный, то здесь симптом такой не очень явно диагностический. Неожиданное повышение артериального давления, то, чего не было ранее. Это говорит об острой проблеме в почках. И вот еще одна из причин острого повреждения почек – это инфекции. Инфекции, вызванные грызунами. Вот мало кто об этом знает, почему я хотела эту тему сегодня рассказать. Называется это заболевание геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. И это не лихорадка, которая встречается в странах Африки. Это лихорадка, которая встречается рядом с нами. И заболеть, к сожалению, может любой из нас. В 1974 году южнокорейским ученым выделен из легких полевой мышки вирус. И назвали его хантавирус. Он чаще, конечно, встречается в Китайской Народной Республике, на Дальнем Востоке. Но и европейская часть нашей страны подвержена рецидивам такого заболевания. Есть даже эндемические очаги. То есть это природные занозы, так называемые, где мышкам вольготно. Это Башкатарстан, Башкирия, это Аудмуртия. Но, я уже сказала, европейская часть нашей страны, московский регион. И здесь это встречается. И, к сожалению, в декабре прошлого года у нас такая же пациентка была на лечении в стационаре. Связано это с тем, что мыши обитают везде. И человек становится ближе к природе. Мы с весны до осени стараемся находиться на природе. Выезжая на дачные участки, осваивая агрономическую технику возделывания наших городов. И весной, приезжая в домики, многие обнаруживают экскременты мышей. А этот вирус выделяется слюной, мочой и экскрементами. Есть пути заражения. Это до 90% воздушно-полевой. Вдыхание вируса через воздух. Вдыхание вируса, выделяемого экскрементами. Второй путь элементарный. Когда в пищу употребляют овощи, надгрызанные грызунами. На самом деле, многие, как бы это ни звучало, видя, что есть мышиные укусы на моркови, на капусте. То есть, в общем-то, на тех сырых овощах, которые многие используют в средине. Очистив эти овощи и употребляют их в пищу. Но отмыть сложно. Этот вирус устойчив к окружающей среде. Ну и следующий момент. Это уборка какой-то соломы, сена. Где могут находиться мышиные испражнения. Заболевание очень серьезное. Оно бывает от легкой формы, но и до летальных исходов у человека. Развивается острое повреждение почек. Начинается оно через где-то 21 день. Это продромальный период разбаливания. И начало похоже на острое гриппозное состояние. Состояние, при котором повышается температура до высоких значений, до 39 градусов. Появляется боль в поясничной области. Вот это к вопросу о симптомах заболеваний. Темнеет моча. Она становится бурой цвета мясных помоев. И может быть также снижен темп диуреза, уменьшение мочи. Могут быть рези при мочеиспускании. Повысится артериальное давление. Я практически рассказываю про клинический случай, который был в декабре. И сложность постановки диагноза в том, что прямого контакта с грызунами не было. Просто хозяйка большого дома периодически осматривала подвал, где хранились овощи. И по всей вероятности был элемент заражения. Диагноз, кроме клинических проявлений, ставится еще и лабораторным подтверждением. Один из явных признаков – это снижение тромбоцита в крови. Это один из таких веских симптомов лабораторных, на которые мы всегда обращаем внимание. И клинически, кстати, он проявляется кровоизлияниями подкожными, в виде сыпи, в виде больших обширных кровоизлияний. Оттуда же и гематурия, потемнение, покраснение мочи. Лечение от легких случаев до сложных разное. Нет специфического антидота, нет специфической профилактики. И в тех регионах, где это заболевание более частое, выпущены специальные брошюры, которые предлагают надевать маски, марлевые или какие-то другие. Перед тем, как вы входите в дачные домики, убираетесь в них по весне, когда вы убираете подвалы, выбрасываете несвежие овощи, не употребляете их в пищу. И не касаться голыми руками, не геройствовать, убирая погибших мышей. То есть, вот такие, кажется, удивительные вещи, но они рядом. И, к сожалению, есть летальные исходы. Если поздно диагностировать эту проблему. Есть еще одна причина, и она тоже очень симптомна, кстати. Это причина, связанная с нарушением отхождения мочи, урологическая. Это причина, связанная с проблемами мочевыделения по мочеточникам. Чаще всего у пациентов с мочекаменной болезнью. У пациентов, перенесших какие-то оперативные методы лечения и методы лучевого лечения в зоне малого таза, возникает ретроперитениальный фиброз, нарушающий отток по мочеточникам. Хочется привести в пример клинический буквально недавнего лечения в нашем стационаре пациента, который страдал длительно сахарным диабетом, инсулинопотребным. То есть у него было фоновое заболевание. У него удалена одна почка много лет назад по поводу мочекаменной болезни. И в 2017 году, по данному УЗИ, определялся конкремент, маленький конкремент в единственной левой почке. Прошло два года. Случилось ухудшение самочувствия. Не было явных болей в животе, в спине, в поясничной области. Но пациент отметил, что уменьшается объем выделяемой мочи. И с таким ощущением он прожил дома два дня. Когда ему стало невмоготу, у него усилилась одышка, появилась температура, наконец-то появились боли в животе. Он вызвал бригаду скорой помощи и был заставлен в госпиталь. Причем по первичной инструментальной диагностике методом УЗИ не выявлено конкремента в почке. И первое мнение было, что причина непонятна такой задержки мочи. Но вот мы врачи, как археологи, по крупицам, портефактам разыскиваем какие-то симптомы, складывая пазлы заболеваний. И вот сопоставив предыдущий выписной эпикрис и его клиническую симптоматику, конечно, была заподозрена почечная колика, заподозрена обструкция единственного мочеточника. И наши реаниматологи с урологами успешно справились с поставленной задачей. Они смогли восстановить функцию почки, а креатинин крови был около 700 микромоль на литров. Обошлись без заместительной почной терапии. Хочется отдельно об этом сказать, так как эта процедура сама по себе является маленькой операцией. И восстановили мочеотделение посредством нефростомы. Установив катетер непосредственно в почку, пациент выписан. Причин, еще раз повторюсь, может быть много. Но общие симптомы, конечно, нужно внимательно в себе отслеживать. Если таковое случается. Нужно просто внимательно относиться к себе, к своему здоровью, прислушиваться к тому, что говорит в той или иной ситуации ваш организм. И, конечно же, не ждать ни день, ни два, ни неделю, ни месяц. Все-таки обратиться за помощью специалистам. Пусть лучше не оправдаются ваши опасения. Пусть это будет ложная тревога, но лишний раз вы получите грамотный ответ специалиста. А возможно и вовремя будет диагностировано то или иное нарушение функции почек. Да, вы совершенно правы. И действительно хочется сказать, что пациенты в дальнейшем, даже после перенесенного этого состояния, должны находиться под динамическим наблюдением участкового терапевта. Но к участковому терапевту нужно прийти самому. За вас ответственность никто не должен нести. Вы ответственны в своем здоровье. Каждый пациент ответственен в своем здоровье. И уповать на врача, который должен помнить о вас, неправильно. Поэтому после перенесенного острого события, конечно, нужно продолжать наблюдаться, выполнять контрольные исследования. Крови, мочи, УЗИ, возможно, исследования. Если сложно самим, то можно вызвать доктора на дом и получить от него какие-то советы и коррекцию необходимую в лечении. Так как острое повреждение почек – это не одна проблема. Чаще, мы уже сказали, это пациенты с комплексом разных заболеваний. И при сниженной функции, которая, к сожалению, часто остается после перенесенного острого события, она может быть не очень нарушена, но она будет. А эта сниженная функция диктует уже выбор совершенно других препаратов от гипертонической болезни, препаратов, которые пациенты используют от диабета, препаратов для лечения сердечной недостаточности. То есть здесь нужно в режиме онлайн корректировать показатели жизнедеятельности. Спасибо, Наталья Федоровна, за то, что вы понимаете такую актуальную тему. Продолжение следует...